Аукционы в школах Германии. Добрый день, дорогие друзья, и, конечно же, добро пожаловать на наш канал. Сегодня речь пойдет об одном из аукционов, который был проведен в школе Германии, в которой учатся наши дети. Немного о предыстории. На протяжении двух недель Дамир изучал ценообразование, то есть они решали задачи, решали примеры на математике в школе. Основной целью было научиться считать цены, разбираться с единицами измерений и так далее. То есть было очень много задач, примеров такого типа. Там килограмм помидоров, например, стоит там столько-то. Человек купил 300 грамм. Какова составила цена за 300 грамм? И сколько помидоров осталось в магазине, по какой цене и так далее. И там, например, если помидоры стоят евро 25, 5 человек дал, 5 евро, то какую сдачу ты должен дать и так далее. То есть целью всего этого было научиться считать деньги, научиться отдавать сдачу, научиться подыскивать необходимую сумму, которую нужно заплатить в магазине и так далее. В принципе, теоретическая часть этого обучения совершенно понятна. В школах России мы проходим примерно то же самое. Как бы, ну, скажем так, ситуация была стандартная, ничего необычного в этом мы не увидели. Но потом было такое задание детям подготовить там 10 игрушек или ненужных вещей из дома, наклеить ценники там условно от 10 центов до 2-3 евро. Вот, и каждому ребенку дать с собой в школу 5 евро мелочи проводился аукцион. То есть все дети в мешочках, в буквальном смысле, тащили в школу те игрушки, которые они хотели продать. Те вещи, которые им были уже не нужны, и они хотели дать этим вещам вторую жизнь. То есть чтобы кто-то продолжал играть с той игрушкой, из которой ребенок уже вырос, скажем так. Вот, и сейчас я попрошу своих детей рассказать о том, как прошел этот аукцион, как это вообще выглядело, как все происходило. Я думаю, будет интересно посмотреть. Ролик будет небольшой, но, на мой взгляд, сама тема достаточно интересна. Сначала Дамирчик расскажет, как все проходило, потому что именно его класс, как оказалось потом, были организаторами этого аукциона, да, все остальные выступали в роли покупателей. А затем Кирочка расскажет и покажет, что она купила на этом аукционе. Так, Дамирчик, сейчас ты расскажешь нам, да, как прошел твой первый школьный аукцион. Да. Сначала расскажи, как ты думаешь, почему он вообще был проведен в школе? Я не знаю. Но вы же изучали в школе две недели цены, как они пишутся, как считаются деньги, складываются, вычитаются, правильно? Да. Да, и прошел ваш первый аукцион. Давай, как он проходил? Ну, там мы прошли, начали сдвигать партии, вот класс квадратное помещение, и от стенки, наверное, оставалось полметра, мы сдвигали партии, подвигали к стене, чтобы внутри было как квадратик, свободное место. Вот, сели, это между стеной и партией. Так. Мы расставили вещи, там вещи были от одного до... Даже, я увидела, там за пять центов продавали, кому прям вообще... Кто сидел очень долго, надоедала, это делать скидки пять центов, лишь бы избавиться. Ага. Ну, вообще бесплатно дали. А что продавали? Ну, всякие ненужные вещи. Игрушки или еще что-то? Игрушки, так вот, там было от пяти центов, я так понял, до пяти евро. Ага. Все такую сумму продавали, вещи, небольшие игрушки, машинки, кукол продавали, в общем, все такое. Ага. Из киндер-сюрпризов были продавали. У меня было четыре, пять, шесть, семь, восемь вещей. Так. Восемь, шесть. Одно я пожалел, не стал продавать. Пушистикой? Да. А остальные, семь, я все продала. Ты посчитал, сколько ты выручил денежек? По одному евро. Пять евро. По одному евро ты продавала? Да. А цены мы разные вчера писали. На некоторые игрушки я под конец взяла цену на вместо одного евро пятьдесят центов. Я поняла. Надоедает сидеть. Я поняла. Так. Приносит прям много, мешками приносят, книги приносят. У меня книжку учительница купила. Да? Да. Это, я тоже себе купила. И ты купил книжку? Да, нет. Я сначала думала, потом перейду. Книжку? Да. Мама, классе дали. Смотри. Вот в этом мешке я послезла. Какие продавали? Прикольно. Вот это было. Ну, это то, что ты не стал продавать, да? Да, где я. Ага. А сейчас я купил. О-о-о! После КРА? После КРА. Да. У моего друга. За сколько ты купил его, Дамирчик? Это по евро. М-м-м. Это евро и евро мы такие. После КРА и СЛОНИ, да? Забавный, забавный, сынок. Забавный. Еще что-то купил ты? Нет, я вот еще ничего не покупал. Все, значит, ты остался в выигрыше. Продал больше, чем купил, да? Да. Выручка больше, чем расходы, да, сынок? Да. Что-то еще было интересное, Дамир? Да, в общем, нет. Это продавал только из четырех классов. Третий. То есть, знаешь. Остальные просто заходили по очереди к нам. Сначала второй, потом первый, а потом четвертый. Покупали там вещички. Ну, здорово. Понравился тебе аукцион? Да. Да, Мирчик? Да, Мирчик. Понравился аукцион? Интересный опыт? Да. А интересно было денежки брать, сдачу давать? В основном под расчет давали. А, без сдачи, у всех копеечки были, да? Да, ты мне давал десять евро, из них я два потратил, а счета у меня осталось, это, тринадцать сорок один. Угу. Ну, хорошо. А что-то было еще интересного? Чайпитие какое-то что-то было? Нет, нет. Ну, что-нибудь просто аукцион, да? Да, потом посидели, три урока и все ушли. Не посидели, а поучились? Продавали. А, три урока продавали? Да. Ясно. Дети довольны все были, Демир? Ну, некоторым прям надоело, некоторые прям недовольны. А многие все продали или большинство с тобой назад понесло? Нет, много продали. Дети покупали два, три, четыре вещи. А-а-а. А тебе еще хотелось что-нибудь купить? Ну, да. Хотелось? Да. А что, пожалел? Ну, я покажу. Кирочка, ты покажешь, что ты купила на аукционе? Давай. А потом нам Дамирсик расскажет, как проходил аукцион, да? Так. Ты сама платила своими денежками, да? Ну, денег, которые дали. Да. О-о-о, Скай тоже. Так. Так, что еще? Сейчас покажу. Что еще, дочка? Где, где-то было. Ну, ладно, буквально. О, а это что, колоночка? А, сумочка такая. Только, пап, ты здесь починишь. Хорошо, дочь. Ты прикупила, что ли, сегодня? Да. Да, Кирочка рассказывает, что она купила на аукционе. На вот эту веревочку ее дергаешь. О-о-о, прикольно, дочка, прикольно. Кого? Это ты купила, Кирочка? Сосочка. Это мне бесплатно дали. А свои вещечки ты продал прикольно с соской? Аукцион был только для третьего класса, которые проходили ценообразование. Надо Владимиру отдать, все продать. Сосок? А потом, что ли? Да, ладно. Еще вот здесь есть, что черная кнопочка, и нажимаешь. И садежка. Лаш и трусики. Да нет, ты ж, говоришь, много лишних звуков, неприятно слушать. Ну, пожалуйста. Ну, трусики, они кривые, они не налаживают. На вот эту девочку пиджачок. Нормально. Потом... Русточка, но здесь еще один костюмчик вот этот. Нет, да нет. Еще один комбинезон. Потом еще вот такая... Это я купила вот такую штуку. Халатчик. Я купила у другой девочки, у нее отдельно продавала. Вот так. Я вот костюмом была, халат и пакет. Это костюм. Я купила. Забавно. Эти трусики ей плохие, потому что у них кривые. И костюм классие. Да, хорошая дочка, класс, как раз хорошо. По-моему, этот ей не налезает. И брелочек классный какой. Это, по-моему, не налезает. Ну, разберемся. Еще что-то покупала? Нужен другой размер для нее. Нужно в магазин сходить, где будут висеть специально для нее. Угу. Вот. Это я уже у другой девочки купила. Угу. Бегемотин. Ой, какой хорошенький маленький. Это что за что покупала? Ну, за какую цену? А, с чем? Скажи. Все, дочка? Это вот все. Вот это же отдельно было? Да. Кира, ты обувь показывала? Ой, нет. Она вот плохо работает. Кирочка, это все? Нет. Вот здесь все. У нас есть несколько. А-а-а. Вот берешь отсюда и вот так вот одеваешь. Но она все и большая. О, ну прикольно. Сколько стоит этот наборчик, Кирочка? Ну, вот эта девочка давно сидела в русскоговорящем. Давно сидела. И надоела так, что она сюда бесплатно продала. А это, Кир, сколько ты? Это Бегемотин за 4 евро. За 4 евро? Ой, не может. Цента. А, 4 цента. Для Мир меня дала. Я за... А Скай, дочка? Это за сколько? Скай, по-моему, не помню. Все, что ты купила, дочка? Еще что-то? Еще что-то, дочка? Да. Кирочка рассказала, что нам покупала еще один пушистый брелочек, но, к сожалению, не нашла его. Дорогие друзья, я благодарю вас за просмотры и буду рада, если вы выскажете свое мнение в комментариях по процессу, который прошел в школе у наших детей. Всем спасибо, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok